На уходящей неделе в Ханты-Мансейске прошел Югорский экономический форум. Событие привлекло больше полутора тысяч человек. На главной площадке Югра-Экспо состоялось больше 60 лекций, семинаров, круглых столов и мастер-классов. Форум объединил представителей крупного и малого бизнеса, федеральных и региональных органов власти, исполнительных органов, институтов развития, вузов и всех заинтересованных в обсуждении экономической повестки. Одна из основных целей – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Отмечу, что больше 250 тысяч жителей региона заняты в сфере МСП, а совокупный оборот организаций только за 2023 и достиг отметки в 650 миллиардов рублей. Бизнес сегодня проектирует и создает разработки, которым нет аналогов не только в России, но и в мире. Это в том числе продемонстрировали на выставке инноваций, которая работала на площадке форума. Что представляли компании, какое развитие ждет предпринимательское сообщество и как будет развиваться страна в сфере экономики. В Ханты-Мансийске работали Анастасия Москаева и Дмитрий Луцко. Югорский экономический форум прошел в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В день открытия 18 ноября одной из главных площадок стало пленарное заседание с участием губернатора Югры Руслана Кухарука. Тема – пространственное развитие России, вызовы и задачи. Эксперты обсудили роль стратегии развития страны до 2030 года в достижении национальных целей России, значимость Уральского федерального округа, регионов и муниципалитетов в реализации этого плана. Развитие страны – это значит развитие регионов. И то место, которое сегодня занимает Югра среди всех регионов Российской Федерации, это, конечно, мощнейший регион, который вносит свой существенный вклад в экономику всей страны. Власти Югры выявили несколько факторов, которые больше остальных повлияли на развитие экономики. Один из них – минерально-сырьевая база. Югра занимает лидирующую позицию по добыче нефти и газа, выработке энергии. Еще один фактор – географическое положение. Внимание акцентировали на развитии транспортных артерий. Строительство новых дорог и автомобильных, и железнодорожных позволит увеличить потоки, а значит и скорость доставки, и ее качество, и стоимость. Сегодня как раз Югра выступает, но еще больше мы для себя видим перспективы для роста, углубления того направления, которое свяжет транспортные потоки. Вот мы сегодня говорили о северном широтном пути. Вот Север-Юг – это как раз та самая миссия, которая должен обеспечить, в том числе, наш регион. И здесь мы говорим о двух видах – железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, две магистрали, которые сегодня должны восполнить ту самую серьезнейшую нагрузку на железнодорожную магистраль нашей страны. На Югорском экономическом форуме работала выставка инновационных технологий. На ней представили себя более 40 промышленных предприятий. Здесь были и разработки для нефтегазовой отрасли, и для лесопромышленного комплекса и беспилотной авиации. Уникальность экспозиции в ее интерактивности. Гости могли не только посмотреть, но и испытать инновации. Например, Советский политехнический колледж представил симулятор Харвестера. Это специальная машина, которая принимает участие в лесозаготовке. Возьмите, пожалуйста, педаль. Она поворачивает кресло, правильно? Здесь у вас представлено рабочее место машинистов лесозаготовительных и триллевочных машин. То есть идентично, как в настоящем тракторе под названием Харвестер. И наша с вами задача спилить в данном случае вот эту березу. На подобных симуляторах готовят сотрудников. Это, отмечают специалисты. Полного представления о работе, конечно, не дает, но помогает начинающим ориентироваться в действиях. Да и те, кто обучается на симуляторе, говорят, что на настоящей технике справляться гораздо проще, поскольку удобнее концентрироваться в пространстве. У нас большой спектр, скажем, спектр партнеров. Мы работаем в данном направлении с такими предприятиями, как Югорский лесопромышленный холдинг, ООО «Тайга», «Самза». Они тоже здесь представлены на этой выставке. То есть мы работаем в тандеме, потому что мы подготавливаем для них кадры. И, конечно, интересно не только представителям этих фирм. Это у нас демонстрировали также одно из актуальнейших направлений – беспилотные летательные аппараты. На примере нескольких моделей рассказывали о скорости сборки. Так, к примеру, НКО «Сармат» при наличии всех деталей производит дроны всего за 15-20 минут. Стоимость модели в базовой комплектации обойдется в 35-45 тысяч рублей. А вот беспилотник, сделанный под заказ и адаптированный под конкретные задачи, будет стоить уже 150-180 тысяч. Как отметил представитель некоммерческой организации Роман Шутов, все зависит от ценника на материалы. Два года назад наша семья приняла решение помогать СВО всем возможным. Были отправлены пиломатериалы, были отправлены дроны. Очень много, что, в принципе, отправлялось в машину, отправили также НИВу. И потом разобрались в теме беспилотников и начали собирать беспилотники. Сделали первый заказ. Это наш один из первых дронов был. Делали его специально по запросу от парней с СВО, то есть по их характеристикам. Одна из экспозиций принадлежала инновационному научно-технологическому центру «Юнити Парк». Строительство НТЦ идет в Сургуте, в Пойме Аби, рядом с Ледовым дворцом. К проекту активно подключаются предприниматели и производство. Среди тех, кто заинтересован в модернизации технологий, общество «Инди Тех», «Декстрим» и научно-производственное предприятие АБС. Эти компании представили нам научно-технологические проекты, которые планируют развивать с нашими промышленными партнерами и академической средой. Поэтому именно они здесь. Так, компания «Инди Тех» специализируется на работе с дополненной реальностью. Они планируют внедрять эти технологии не только в промышленную деятельность. Мы сейчас также и сами активны. Здесь уже нашли точки соприкосновения вместе с коллегами из Сургутского госуниверситета по туризму. То есть инновации в сфере туризма. Здесь тоже тема актуальная. Связаны они, как правило, с реконструкцией, реставрацией объекта. Ну, то есть объект археологи раскопали. Здесь, благо, очень много чего найдено. И с помощью рисунков, конструкций мы восстанавливаем это в виде виртуального объекта. И в реальном мире, уже прямо находясь на этом объекте, мы это показываем. Привлекать к работе будут не только состоявшихся ученых, но и молодые кадры. Этому на площадке форума посвятили отдельную секцию. В вузах Югры, к слову, запущены специальные программы подготовки студентов, которых в будущем будут привлекать для работы в научно-технологическом центре. Одним из учебных заведений, которое перешло к подготовке молодого поколения, стал Сургутский государственный университет. Там открыты специальные лаборатории по углубленному изучению предметов, среди которых, например, микрофлюидные технологии. Помимо этого, студентам предлагают и приобретать новые знания, и работать сразу в университете, что поможет не отвлекать молодые умы от погружения в науку. Содержанием является наука. Наука — это здорово, когда это фундаментальное. И уже состоявшиеся научные величины. Но без молодежи никакой инновационный научно-технологический центр развиваться не будет. Потому что, во-первых, это целевая аудитория, во-вторых, это двигатель прогресса. И мы создаем молодежный инновационный научно-технологический центр, когда процессы, которые идут для развития технологий, как бы для взрослых компаний, чтобы ребята могли прикоснуться к ним уже во время учебы. И уже сейчас в нашем университете в Сургутском создана такая мощнейшая научная молодежная база из тех открывающихся лабораторий, как лаборатория МОТО-наждах химии, лаборатория микрофеидов, технологии лаборатория Югробиотех и биобанк Югрю. Они все созвучны с направлениями развития, с теми научными направлениями, с теми нашего парка и МТЦ ЮНТИПА. На одной из зон выставки расположилась группа компаний ОМЕДИА. Одно из наших подразделений РИАФАРМ базируется в промышленном технопарке Сириус-Б. Занимаются специалисты направления выращивания микрозелени. На форуме мы представляем площадку Сириус-Б и группа компаний ОМЕДИА. Что у нас есть? Во-первых, мы рассказываем посетителям, кто мы, что мы, что мы делаем, какие компании у нас работают в Сургуте и по регионам России, и как мы можем быть полезны гостям и участникам форума. Одна из компаний РИАФАРМ, крестьянско-фермерское хозяйство, является резидентом промышленной площадки Сириус-Б. Наша площадка вызывает интерес, потому что есть возможности для сотрудничества. Сегодня нам удалось найти партнеров для будущих мероприятий. Основная цель экспозиции Югорского экономического форума – помочь компаниям обрести долгосрочные связи и заключить соглашения. Для многих это шанс найти финансовую поддержку. Правительство предлагает как грантовую помощь, так и поддержку в создании условий для реализации совместных проектов с зарубежными специалистами и бизнес-сообществом. К слову, предпринимательству посвятили под форум МСП. Его провели в рамках большого проекта. В том числе выявляли лучших молодых предпринимателей Югры. Это проекты, которые реализуют в нашем регионе, не только в нашем регионе, за пределами. Это очень сильные проекты. Например, мне кажется, даже сильнее, чем два года назад. И снизился возраст участников, потому что многим уже 20-21 год. И у них уже команда, у кого-то три точки. И я считаю, что это достаточно большой успех для нашего округа. Конкурс «Молодой предприниматель года» провели не впервые. Его главная цель – поддержка начинающих бизнесменов и их дело. Разумеется, участвовали и сургутяне. Ева Жереб представила свой груминг-салон, в котором стригуты ухаживают за шерстью животных. Быстро найти окошки для записи к Еве очень тяжело. Владельцы и кошек, и собак ценят подход и качество услуг. Хочется придать ему огласки, чтобы узнали про бизнес. Я недавно выиграла на международном конкурсе, заняла первое место, оставив позади участников из России, Китая и Беларуси. И своим примером хочу в Хмао-Югре развивать эту профессию, этот бизнес, чтобы выводить его на новый уровень. Кстати, позже стало известно, что Ева Жереб стала лучшим молодым предпринимателем Югры в направлении бизнес в сфере услуг. Мы готовим материал на эту тему и покажем его в программе «Новости Сургут-24». Что касается Югорского экономического форума, то его в общей сложности посетили больше 40 иностранных гостей из 28 стран и 40 федеральных экспертов и ведомств. За 4 дня заключили 18 соглашений о сотрудничестве, в том числе с крупнейшими предприятиями региона, на общую сумму почти 8 миллиардов рублей. Анастасия Москаева, Дмитрий Луцко. Специально для программы «Новости Главное» Ханты-Мансийск.